Лучшее в стране Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране» и сегодня у нас программа с таким приятным экстремальным уклоном. Внимание, в гостях у нас Игорь Панин. Здравствуйте. Это каскадер, член Всемирной Академии Трюка США, вице-президент Федерации Исторического Фехтования России, президент Федерации Экстремальных Видов Спорта, вице-президент Международной Академии Трюка, руководитель объединения каскадеров «Мастер» и «Это еще не все». Да. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, страна. Мы очень рады тебя видеть. Завтра большущие события в мире экстремальных развлечений. Хвастайся, зазывай. Ну, кто любит настоящий крэш, кто любит тонны слованного металла, танки, бигфуты, ураганы, такая прям бойня титанов. Мальчиковая такая забава, да. Да, 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 приходите. И девчонки, которые любят экстрим, там у нас будет фристайл огненный. Мотоциклисты не просто будут делать сальто, а будут в воздухе гореть, испускать искры. Значит, «Танки против бигфутов» называется шоу «Автомобильное экстрим-шоу». Друзья, в 15 часов начала длится оно примерно 2 часа. Тонны стали, также метры брони и тысячи лошади до 7. Ну, приезжайте заранее, и кто приедет заранее, он сможет покататься на танке и на настоящем бигфуте. И все это бесплатно за билетик. Скажи, пожалуйста, адрес, куда мы приезжаем. Второй Сетуньский проезд, дом 3, парк киноприключений. Ищите в интернете, приходите, мы вас ждем. Я вас жду, обалдеете. Игорь, между прочим, руководитель всего этого действия, ведущий. Да, танк, координатор. Моя задача, чтобы все было безопасно, все было ровненько, чтобы все правильно запрыгнули, правильно раздавили, башни улетели туда, куда должны улететь от танков, а не в другую сторону. Ну, и как бы все, кто по кому будет ездить бигфут, тоже были живы и здоровы, вышли и улыбались. Значит, расскажи, парковка есть там рядом? Да, да, у нас есть большая парковка. Кто с VIP-трибуны, кто на VIP-трибуну, там есть специальный другой въезд. Там вообще у них свободно все. Есть большая парковка, более чем на тысячу машин. Так что приезжайте, ну, понятно, что надо будет там... Ну, заблаговременно, конечно. Лучше всего приезжайте, говорю, к двум или хотя бы к полтретьему, чтобы дети ваши покатались, поиграли. У нас всякие развлекательные кокусы. А фотографировать можно шоу? Можно все фотографировать, снимать, фотографироваться. И потом, естественно, на эту кучу металла можно прийти, отломать себе какой-то кусочек на память. Слушай, а по поводу билетов, их там можно приобрести? Можно и там приобрести, можно в интернете, заходишь в парк киноприключений, мы во всех группах, заходишь, смотришь и покупаешь. Игорь, сколько готовится такое шоу по времени? Вот, например, у тебя возникла идея сделать такой-то вот экстрим. Ну, по большому счету, такое шоу готовится всю жизнь. Я его больше 10 лет собирался делать, и только второе мы вот той осенью провели первое. Сейчас в этом году только второе. Надеюсь, со следующей весной она будет регулярно. Каждые два месяца мы будем делать эту бойню, потому что у нас уже есть герои, у нас есть полюбившиеся прям наши победители. У нас есть там танк «Лютый зверь» у нас, «Большой Бигфут» — это «Лютый». У них уже появились такие названия, такие укоренившиеся, там «Бугай», потом «Шторммастер», «Раптор». И как бы все, кто еще, кому интересно, могут предложения посмотрят на наше шоу, кто им понравится, могут даже предложить переименовать. Мы будем рассматривать. Слушай, команда большая делает шоу, сколько человек у тебя? Ну, конечно, ну, минимум 60 человек работает, потому что все не так просто, все не так быстро и легко, как кажется на картинке. Потому что шоу, сами понимаете, это когда в Америке проходит такое шоу, ближайшие 25 метров — это у них зона безопасности. Мы, чтобы у нас маленькая площадка, чтобы было все хорошо, и зритель прям вот это чувствовал, прям ощущал. Удыхание, конечно, мероприятие. У нас, естественно, небольшие скорости за счет чего, да, и у нас все сделано так, что все направление у нас от зрителей. Так что стопроцентная безопасность. В любом случае, что-то, если даже пойдет не так, все уезжает, улетает от зрителей. В зрителей ничего никогда не будет. Дорогие зрители и слушатели, не улетайте, оставайтесь в компании «Страна ФМ». Очень скоро мы с Игорем вернемся. Будьте поблизости. Лучшее в стране. Дамы и господа, Игорь Панин в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ», руководитель объединения каскадеров «Мастер». Очень скоро, да что там завтра уже случится. Великая битва, танки против бигфутов, и мы с вами, конечно, должны это увидеть. Начало в 15 часов. В прошлом году тоже было шоу. И кто-то ходил, скорее всего, и хочется дать вопрос, Игорь, что же будет в этом относительно того года. Да, в прошлом году многие видели, что там многие машины застревали, трамплины попадали им поперек. Машины как эти, тоже между мостами втыкались, как еда непроглоченная. И мешали и зубам там все эти наши монстры тряслись, трясли колесами, выламывали сами себе мосты. Ой. Да, корежили сами себя, чтобы спрыгнуть с этих поперек вставших у них между мостами автомобилей. И такая была веселая битва. В этом году, надеюсь, будем давить побольше, прыгать побольше, скорость побольше. Но и самое главное, у нас увидит лобовой таран. Лобовой таран в виде шоу нового клипа «Ладо-седан-баклажан». Новая версия от мастера Панина. У нас будут выезжать тоже люди, показывать, как они там хулиганят. И потом приедет утилизатор местной полиции, вызовет утилизатор-эвакуатор. Слушай, это мечта многих, когда Лада, заниженная, нахулиганила и приезжает в Бигфут и ее ровняет. Да, да, да. И самое главное, что там внутри будет сидеть каскадер, и как бы они даже не одна автомобиль, и как бы Бигфут будет ехать по автомобилю, в котором сидит каскадер. Такого в мире никто не делает. Игорь, расскажи, вот что касается Бигфутов, где вообще вы берете эти машины? Кто их создает? Кто проектирует? И кто реально стоит со сваркой и все это дело потом в металле воплощает? Это же наши русские парни, русские механики, инженеры. Мы вместе придумываем, что-то там конструируем. Первый Бигфут мы собрали в 96-м году вообще в России. До этого в России не было никаких Бигфутов. Но у нас как бы сейчас кто-то там умельцы все-таки в стране что-то собирает, но они такие для себя или там погрязи. Кустарные немножко такие. Да, да, ну они как бы погрязи чуть поедет. По машинам они особо не ездят. А у нас конкретные автомобили, которые ездят по машинам. Какая высота у них? Высота колеса. Ну разные. Вот у нас есть, например, большой Сексфуд, да, шестиколесный монстр. У него высота колес 2 метра. Вот, поэтому такого даже в Америке уже не найти. Ну, может быть, там 2-3 в Америке еще есть. Там где-то там, где-то у кого-то остались. Что такого подобного они собирали. В Европе таких нету. В России, в Азии тем более. Вот, поэтому такой монстр, мы его назвали Бугай. Или бык, по-нашему, такой русский, такой Бугай. Вот. И он тоже будет демонстрировать свое умение, свои прыжки. У него поворачивается, поймем, передние колеса, задняя площадка тоже. Подворачивает, чтобы он на площадке мог развернуться. Ну, поднимается кузов. Как бы уже там четвертый мотор мы на него ставим, все экспериментируем. Моторы там расходные, наверное, элементы, да? Ну, они там, помимо того, что расходные, мы там все-таки экспериментируем. Нам, мы не можем делать, все-таки площадка маленькая, не можем делать очень большие скорости, поэтому мы там делаем вариации. И у нас-то на начало стоял там специальный мановский мотор переделанный. Грузовика, да? Да, 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 да. Это у него там было больше тысячи сил, там два Вебера здоровых, там впрыскно. Там он ездил на кастроли, кто это знает. Он там еще на этой смеси гремучей, которая октановое число больше, более ста. Ел сто литров на один километр. Как бы тоже было достаточно накладно. Потому что у танка, наверное, расход меньше. Ну, конечно, конечно. Вот. И наши веселые танки. Это, конечно, некая реконструкция танков, да? Но они боевые выглядят, прям по-настоящему. Это что за танки? Это модели танка? Как это? Ну, модель танка сложно сказать, потому что она такая уже помешана. Т-34, Т-3 там в нем, да? А, вот. Но это сделанная нами модель, потому что уже, как бы, она уже не родная, как бы, да? Ну, ходовка там половина, ну, настоящая танковая, а все остальное мы там доделали, переделали. Потом мы ее меняем. У одного танка, потому что там что-то пойдет не так, ему отстрелят башню. Друзья, уже спойлер такой небольшой, да. Отстрелят башню, рассказываю секрет. И башня куда-то там полетит. Ну, потом у нас ураган, это ракета ВОЗ, который топа Лем возит. И он будет биться с суперавтомобилем, с лютым зверем. А, нет, он будет биться с БТР, которого кличка Шатун. Потому что он будет, будет большая сцена из Мэд Макса. Кто смотрел сцену, помните, где там Шатун такой шатается, ворует людей. Там у нас тоже будут похищать девчонок плохие парни. Так, подожди, то есть девчонки принимают участие в шоу? Ну, обязательно. Ребята, ребята, идем к мастеру Панину в три часа начала. Да, и девчонки в таком очень таких, очень хороших, веселых нарядах. Все, как мы любим, да? Да, 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 да. Вот, и как бы, и потом мы у них такие, поставим им щиты настоящие, там, славянский, викинговский. И они этими щитами будут прям друг друга таранить в лоб. И кто из них победит, славянин или викинг, мы тоже увидим. Будет такая прям битва настоящая с железными монстрами, прям они долбиться будут. Что из этого получится? Друзья, мы поговорим чуть позже. Игорь остается до конца часа в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». Вы тоже оставайтесь у своих экранов, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое и эксклюзивненькое от мастера Панина. Друзья, Игорь Панин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы вас зазываем на завтрашнее шоу «Танки против бигфутов». Начало в 15 часов, приходите всей семьей, будет интересно, будет азартно, будет с адреналином. Обалдеете. Так, расскажи, пожалуйста, там же будут машины погибать? Да, там более 12 автомобилей мы раздавим, разных марок всяких, будет интересно, весело. И как бы у нас есть молодые каскадеры, парни, которые с удовольствием... Которые не боятся этими машинами управлять. Да, которые будут помогать нам в этом. И это наша школа каскадеров-мастер. Вот про школу каскадеров, потому что кто-то придет на шоу просто посмотреть, кто-то придет позавидовать тем парням, которые сидят за рулем этих экстремальных автомобилей. Как стать частью этой школы? Можно ли вообще... В интернете просто набираете школу каскадеров-мастер, и там все. И можете в конце сентября к нам прийти и начать заниматься. И мы вас обучим. Но не забывайте, это все не просто так. Это не просто ты пришел и стал, как в кино, звезда пришел, да. Все это сыграло роль, все тебя сняли, овации, цветы. Ты должен много-много всему научиться. Это не менее трех лет. И потом, естественно, долго-долго доказывать, что ты профессионал, что ты умеешь. И самое главное, что каскадер — это не звезда артиста. У него все-таки сложно. Ему надо построить конструкцию, приехать на базу, собрать, сложить, привезти, разложить на площадке, все это выстроить. Потом режиссер снимает пять часов в телефонной будке главного героя. Потом остается два часа. Надо сделать погоню, перевернуть пару автомобилей, взорвать все это красиво. Ты потом должен все это убрать, сложить, все за собой убрать, привезти на базу, разложить по полочкам. И только потом выдохнуть и сказать, что ты герой, что ты сделал трюк. И выпить немножечко шампанского. Со скольки лет принимаешь школу? Ну, вообще мы принимаем с 15 лет. Но если там уж совсем родители наставят, у кого-то там совсем горит-горит, они готовы сами привозить нам детей, можем взять и раньше. Просто дети каскадеров разные. Некоторые там у нас из 4-х лет приводят. Ну, что вот они делают, дети, например, ну там 10 лет, 12 лет? Ну, у нас паркуром, беговелы, велотриал, как бы, да, начинается. Ну, и потихонечку, потихонечку, потихонечку берут инструмент в руки, учатся по-любому пользоваться инструментом всяким различным, помогать, смотреть процесс, как происходит, разговаривать, общаться с постановщиками, общаться в команде, понимать друг друга, понимать, как происходит трюк, что опасно, что не опасно, где эта грань, за которую нельзя переступать. Ну, а когда уже просто люди приходят в школу каскадеров, ну, типовое, это общая физическая подготовка, потом базовый так называемый курс, это горение, это веревки, это работа с машиной, да, работа в машине, работа с мотоциклом, ну, это как бы тебя сбивают, ты перепрыгиваешь, тебя учат падать. В фехтовании как-то. Обязательно. Начинается у нас еще даже сначала с легкого фехтования, потом тяжелого фехтования. Тебя учат на настоящих мячах, потому что у нас же еще и историческое фехтование. И у нас на настоящем железе, на настоящем тяжелом боевом оружии мы тебя учим долбиться правильно, грамотно, по киношному. Игорь, когда вы обучили по киношному, расскажи, даете ли какую-то бумажечку, сертификат, удостоверение, что вот человек закончил школу мастера Панина? Обязательно. Сначала через два года он получает удостоверение ученика каскадера, а уже через три года он может получить удостоверение каскадера. Третья категория, второй. А сколько их всего? Высшие. Ну, четыре. Высшие категории. Ну, и самое высшее, высшее, это постановщик трюков. Но это человек, который все-таки уже понимает, что у него ответственность помимо за себя и за других, и он как бы изнутри видит трюк. Это даже не за пять лет. Скажи, пожалуйста, ты сам, когда трюк придумываешь, ты знаешь, кто-то песню сочиняет, да, кто-то стихи, Панин придумывает трюк. Как это? Закат, ты сидишь, смотришь вдаль, и у тебя в голове там что-то рождается, едет танк. Нет, это как песня, это как мечта, это как картина, это жизнь. Мы называем искусство трюка, да. Конечно, искусство, безусловно. Это же, ты как художник, это что-то раз ёкнуло, и тебя понесло. Чтобы ёкнуло, у тебя какие условия должны быть? Что-то горит рядом или что? Ну, или, не знаю, или уезжаю куда-то там отдыхать, как правило, это когда есть время подумать, помечтать, там вспомнить, пересосмыслить пройденное, и раз что-то, а вот здесь не хватает. Или наоборот, смотришь, идет какое-то шоу, бум, а вот давай-ка здесь это добавим. Это как мы придумали призрачного гонщика, да. Вот все видели фильм, там, езди, там, Никелс Кейдж, и горит, да, но он компьютером. А мы вот 9 лет ездим и горим живым огнем, у нас и каскадер горит, и бак, колеса, все горит, голова горит. Может ли на это смотреть без содрогания хирург, расскажи? Хирург наш брат, наш друг, как это? Что, как он к этому относится, что вы подожгли байкера? Все, все, все трюки, которые делает хирург, мы непосредственно являемся трюковым подразделением мотоклуба «Ночные волки», мы братья, друзья, естественно, хирургу мы все придумываем, помогаем, составляем, чтобы у него была бомба, чтобы его кульминация на байк-шоу, который сейчас пройдет в Севастополе, мы придумали новый трюк, там будет режиссер загораться, гореть, 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 его никто тушить не будет, и он горит, 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 и так долго будет гореть, что почему-то и пламя на нем закончится, как бы настолько все это, и вообще там много всяких мега-мега трюков, хирург постоянно давай новые, новые, новые трюки хочет, и я его поддерживаю, Саня, молодец в этом отношении, в отличие от других режиссеров, которому всегда мало. Слушай, ну а вот кино, насколько они сейчас заинтересованы в реальных трюках, или они говорят, ну может быть мы там на компьютере что-то дорисуем, как вот сейчас все-таки? Ну если мы говорим о русском кино, они еще долго-долго будут заинтересованы в реальных, потому что это намного дешевле, однозначно, в любом случае, потому что даже и в Америке все-таки компьютерную графику до конца рисовать, потому что даже мега-фильм «Форсажа» возьми, да, там, когда мега-трюки, это вход, по-любому все делали живыми трюками, да. А Миллер Мэд Макса снял вообще живыми трюками, они только фофаны рисовали, потому что, ну как сказать, та энергетика, которая идет от живого трюка, пока еще не научились передавать компьютерам. Да, да, но я думаю, никогда это не будет, и живой трюк всегда будет жить. Друзья, на этой оптимистичной ноте мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся Игорь Панин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Завтра «Танки против Бигфутов». Приходите, начало в 15 часов. Второй сетуньский проезд, дом 3. Лучшее в стране. Друзья, Игорь Мастер Панин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорили и говорим с тобой про шоу, которое будет завтра, но у нас есть, друзья, уникальная возможность посмотреть кусочек видео, и Игорь нам даже немножко прокомментирует, что там происходит. Поэтому, надеюсь, есть у вас возможность посмотреть сейчас «Страну.ФМ». Давайте глянем. Итак, вот он, горящий. Вот он, да, призрачный гонщик так называемый, да. Выехал. Выехал и поехал, и поехал, и поехал. Вот как раз площадка. Да, да, да. А это ребята его поддерживают, такие вот огнеметчики видят. И чем у нас хорошо, что у нас как бы, какой-то такой, как в 3D, у нас можно все ощущать, тепло огнеметов, рев мотоциклов, скрежет. Даже когда там супер монстр, грузовики, тяжело дышат, грубо говоря. Это уже 4D, слушай, да. Да, 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 да. Это все ощущается на трибунах, даже тяжелые ограждения, и то они там прям шевелятся, шевелятся. И какой бы ни была жара, какая бы ни была погода, все равно это очень эффектно и, можно сказать, впечатлительно. Скажи, а сорняки можно в огороде вот этими штуками? Я думаю, легко. Да, я думаю, легко. Прекрасно. Ну, не сразу, но... С борщевиком бороться, да. Да, 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 да. Ну, с ним так и борются, если ты знаешь, там его кислотой поливаешь. Вот он, наш призрачный гонщик, который 8 лет горит, никак не сгорит. Обалдеть. Действительно, настоящий мотоцикл. Как это сделано, ребята, я не знаю. Голова даже горит. Да, у человека действительно плавятся мозги на работе. Вот. Действительно, круто. То есть он, обалдеть, как, я не знаю, чудеса трюкового искусства. Да, да нет, ну, это как бы работа, профессионалы. Все рассчитано. Это не электромотоцикл? Нет. Не электромотоцикл. То есть там есть горючее внутри этого? Там не просто горючее, там, можно сказать, почти бензин. Так что все нормально. Фантастика. Вот, привет, Николас Кейджер. Вот, помимо того, что они прыгают с огненного, горящего трамплина, да, да, как бы они еще приходят в вагоне. Конечно, если было бы это ночью, это было бы более впечатлительно, но днем тоже огня будет достаточно. Дюралайтовые костюмы, слушай, можно на вечерние мероприятия, да. Вот. Ну, это мой автомобиль, я на нем сам выезжаю обычно. Это у нас такой колесный танк, который делает дрифт. Ну, это твой автомобиль, который там ты используешь. Да, да, да. Просто по городу я не представляю тебя на таком. Да, да. А вот вот автомобиль взорвался. Мастер-панин, ага. И оттуда вышли горящие люди. А, молодец. Ну, это элементы, как бы, похожие. Автомобиль едет, зарывается, водители горят, и все нормально, все проходит, как бы. Вот. Вот человек ездит на ванне, друзья, человек, который, видимо, долго уже пожил, судя по внешнему виду. И даже после жизни ездит на ванне. Ну, надо немножечко юмора, как без этого, надо всегда, чтобы было весело в нашем деле. Вот. Это выезды призрачного гонщика еще раз там. Завтра он тоже будет, да? Ну, обязательно. Но они будут как прелюди. Они, как бы, такая краска чуть-чуть добавлять, у них не главная роль. И вот как раз пошли наши бигфутики, которые начинают прыгать и ездить. Вот эта подвеска. Бедный москвич. Бедные танки. Там даже автобус был, микроавтобус. Там фиат стоял. Фиатик, вот. Ну, и потом в труху. Это как раз победитель прошлого шоу «Танки против бигфутов», которые... Именно этот танк мы увидим, да? Завтра. Их будет два. Два. Будет два танка. Это лютый зверь, который как раз крушит все, крушит в муку. Ну, и потом, естественно, зрители, которые идут на площадку, фотографируются со всеми. Вот как раз мотоцикл, да. Снимаются, обнимаются. Это второй раз поехали. Да, все круто. Слушайте, друзья, начало в 15 часов. Приходите, приезжайте. И еще... Второй Сетуньский проезд, дом 3. Парк киноприключений. Скажи, пожалуйста, там же будет еще возможность оказаться внутри аттракциона. А, ну да. Про мотоциклистов... Шар смелости. Вот, расскажи, да. Вы все знаете, да, что такая клетка металлическая, и в нем ездят мотоциклисты. У нас будет ездить четверо. Сначала один, потом двое, потом трое, а потом даже четверо одновременно поедут в наши клетки. И самые кто смельчаки, кто будет готов, они могут внутри этой клетки постоять. А мотоциклисты будут ездить вокруг них, если кто не боится. И это у нас еще все сделано в стилистике Мэд Макса. Такого индастриала, стимпанка, как бы такие ребята, ну, которые... Такие кожа, там и все прочее. Такие, как бы... Такая планета, там, третье тысячелетие битвы за бензин. Вот, такое маленькое шоу. Потом у нас будет, кто знает, это как в цирке колесо смерти, тройное колесо смерти. Расскажи поподробнее, что это. И акробаты, прямо оно будет стоять вблизи тоже от вас. И наши парни-каскадеры будут бегать, прыгать без страховки. И вы увидите, прям вот все-все-все прям живует перед вами. Прям буквально в полуметре от вас тоже покажут свое мастерство. Ну, и там будут еще всякие конкурсы. Так что приходите. Говорю, будет катание на танке, на бигфуте. Всех желающих, кто готов, они поездят и на танке, на настоящем, и на бигфуте. Скажи, автомобили старые тебе привозят, говорят, Игорь, вот возьми, у нас была машина там, отслужила свое, раздавить ее, мы посмотрим. Есть такое? Есть, да, да. Как-то можно поучаствовать? Ну, да, да, вот нам буквально прям вот девятку привезли буквально два дня назад и сказали, мы дали им там шесть билетов. Человек счастлив приедет и будет смотреть, как его автомобиль пойдет в последний путь. Прям вот ему ничего не надо, ему увидеть. Видите, сам привез автомобиль, лишь бы увидеть, как его автомобиль достойно уходит туда. Ну, слушай, послужит искусством, в жертву искусство у себя принесет. А как вы репетируете? Ну, ведь нет же машин, или есть какие-то специальные машины, которые вы на репетициях давите? Многоразовые машины. Нет. Как? Точно так же на репетициях, чтобы обкатать какие-то трюки, как бойня, мы берем автомобили, точно так же их давим, там, да, заезжаем так, заезжаем эдак, пробуем. Потому что автомобили не всегда себя ведут так. Если автомобиль там на ребро встанет и попадет меж мостов... Какая-то программируемая деформация, ведь надо понимать. Да, 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 потому что что-то происходит всегда, да, и всегда, как бы, ну, это и в Америке точно так же, когда идет шоу Бигфутов. Не все идет идеально, и у нас тоже может что-то пойти, потому что это все-таки сложное техническое шоу. Естественно, какие-то прецеденты, ну, они не какие-то там криминальные для зрителей, они чисто для автомобиля. Они могут так же выломать кардан, могут выломать мост, отломать колесо, но это нормально, это процесс, это естественно. Это интересно, в конце концов, посмотреть. Да, потому что этот крэш, как бы, он допустим, он возможен, потому что автомобиль против автомобиля, и кто победит? Какой? Даже те же автомобили, которые вроде под снос, потому что у нас будут здесь автомобили стоять после трюков задуженные, усиленные. И какие у нас были прецеденты, когда у нас БТР застревали на этих автомобилях, монстры там копали колесами, прыгали, дрыгали, сами себе колеса вырывали. Но ничего поделать не могли, так что тоже что-то будет. Расскажи, что вы будете делать осенью. То есть вот сейчас шоу, да, и осенью, что нам ждать? В сентябре, 14 сентября у нас Вселенский карнавал огня, лучший огненный театр, это чума, съедутся со всей страны, приедет команда огнеметчиков с Донбасса, парни, которые и на войне не горят, и в воде не тонут. И они будут показывать чуму. И потом приедет команда из Крыма, естественно, лучшие москвичи, у них там ходулистые огненные шары, летающие на больших ходулях. Там же, на вашей площадке. Да, да, да. У нас, чем мы отличаемся, наш фестиваль, Вселенский карнавал отличается от простого фаер-шоу, потому что это мега. Потому что это мега-площадка, она специально декорируется, минимум на 20 метрах идет одновременно действие. Порой в некоторых спектаклях до 40 человек принимает участие одномоментно. Все горит, взлетает, и большой салют, и нижний, просто чума. Идем. Друзья, завтра в 15 часов начинается шоу «Танки против Бигфутов». Приходите, смотрите на мастера Балина, берите у него интервью и фотографируйтесь с красивыми девчонками. Ждем вас. До новых встреч. Счастливо. Игорь, спасибо. Спасибо. Лучшее в стране.